Из-за практикования таких вещей у нас очень жёстко наказывали, это серьёзно пресекалось. Просто сейчас этим занимается человек, наделённый кремлёвской властью, и его наказать за это никто не может. Поэтому мы просто смотрим и худеем с этого. Мы больше ничего. Про сон Кадыров. Ну, я видел эти новости про сны Кадырова. Да, это очень смешно. Реально смешно, когда государственные СМИ рассказывают о снах Кадырова. Это сильно. Представьте себе, что где-нибудь, скажем, в Германии, какое-нибудь баварское СМИ рассказывало бы про сон премьер-министра Баварии. Можете себе представить? Сегодня наш премьер во сне увидел Иисуса Христа, например. Вот так вот. Была бы вот такая новость, вы себе представляете? Он, наверное, видел своего хозяина Путина во сне, и всё. Он говорит, что он видел пророка, верим и благословение Аллаха. Он не мог видеть пророка. Это он лжёт. Он реально мог видеть только Путина. Завидуешь, наверное, его снам? Да. Завидую его снам. Тебе лишь бы получить хайп, говорит Дадашев. Давай, Дадашев, дай мне этот хайп. Есть у тебя такая возможность? Ты можешь работать или выходить гулять там, где ты остаёшься? Или же тебе приходится постоянно осерегаться кого-то или чего-то? Саламу алейкум, алейкум ассалам. Ну, работа моя, она здесь, в интернете. Вот в настоящее время я работаю. Могу ли я выходить? Да. Могу выходить, гулять, проводить премию. В своё удовольствие. Всё это я могу делать. Томсор, что должны сделать власти Чечни, чтобы ты прекратил всё это? Заплатить мне 100 миллионов долларов. Кстати говоря, по поводу заплатить и власти, и Чечни, я думаю, скоро будет интересная информация по этому поводу. Как там ты говорил, Давудов? Я жду кое-чего, ты мне говорил. Да, вот я тоже жду кое-чего. Точнее, я жду того, чего ждал ты. Я жду, когда ты здесь сделаешь этот ход, и на твой ход у меня будет тоже очень интересный ответ. И там будет упоминаться по поводу заплатить, когда власть Чечни платит. Очень интересный будет момент. Это такой небольшой спойлер. Хамби в жизнь без шпаки. Есть поговорка, каждый народ заслуживает своего правителя. Чем провинился чеченский народ, что над ним сейчас Кадыров? И чем так провинился русский народ, что над ним сейчас Путин? Насчет чеченского народа неправильная параллель, это неправильное применение данного хадиса, потому что Кадыров не является нашим правителем. Кадыров является врагом, наместником врага. К нам пришли нас в одной из битв в этой войне, в этой борьбе. Нас победили, нашу территорию, ее оккупировали, ее захватили, и на этой территории поставили своего человека. Это не правитель чеченцев. Это не тот человек, которого чеченцы выбрали, или он там взял силу и власть над чеченцами. Нет, это наместник врага, это чиновник. Это неправильное применение хадиса. Вы ведь не называли правителями мусульман, допустим, монголов, которые захватывали, например, Ирак, и исламские города на тот момент, ставили там своих людей. Вы же не называли их правителями, не задавались вопросами, почему такие правители над нами. Нет, все знали, что это враги. Это временное явление. То есть это враг, который пришел, и которого нужно выбить. Его нужно обратно отправить на свою землю, к себе. Поэтому Кадырова нужно воспринимать именно так. А что касается россиян и их правителей, ну это пусть россияне подумают об этом. Я думаю, не мы должны думать за них. Пусть они думают. Низам channel у нас в чате. Это Анзор Масхатов. Добро пожаловать, дорогой брат. Я надеюсь, это не фейк, это действительно твой канал. Сегодня видел, ну вчера это, видимо, записанное обращение, но я его только сегодня посмотрел, обращение к тебе очередной раз от Ханбиева Магомеда. Тяжело было снова все это слушать, но из того, что они рассказали, и того, что он, точнее, рассказал, я так понял, что самый крутой парень во время нашей независимости был у нас Магомед Ханбиев. Он кому угодно говорил все, что угодно. Он был настолько смелый, что все его боялись. Но вот все те, кто его боялись, так мужественно, достойно прошли этот путь. И когда пришел враг, они его не испугались, они с ним сразились. А вот этот смелый, отважный парень, Магомед Ханбиев, когда пришел враг, он не смог сразиться с ним, он не смог проявить это свое мужество и перешел на сторону врага. И сейчас является депутатом Единороса. Но я ему верю. Я решил, что все вы говорите неправду, один он говорит правду. Я решил верить ему. Я думаю, он был очень крутой парень. В том числе, если честно, после войны Кадыров заново построил Чечню. Это не скрыть. Чечню не Кадыров построил, Чечню Россия построила. Россия разрушила и Россия восстановила. Вот и все. Тот, кто разрушил, тот же оккупировал, тот же сделал эту землю частью своей территории. Граждан этой страны сделал своими гражданами, вручил нам всем свои паспорта, и мы стали россиянами. Мы не выбирали себе это гражданство. Сто лет нам не нужно это гражданство. Мы 400 лет пытаемся не быть этими гражданами. Вот нас захватили, наш город разбили, 300 тысяч нашего народа уничтожили, пролили очень много крови, потом захватывают. Ну да, победили они в этой битве. Захватывают нас, дают нам всем свои паспорта, говорят, вы теперь наши граждане, жить будете и здесь, и на территории нашей страны, по нашим законам. Город, ну и вообще республику, которую мы разрушили, мы же вам и восстанавливаем. Вот наш человек, которого мы над вами ставим, он, хоть он и из вашего народа, но это наш человек, Кадыров, он будет заниматься здесь реализацией нашей политики на этой земле. Он будет наказывать вас по нашему указанию. Понятно? Да, понятно. И вот так вот у нас восстановили город. Когда вы говорите, Кадыров что-то там восстановил республику, вы имеете в виду, что это звучит так, как будто бы Кадыров из своего кармана нам что-то восстанавливал. Нет. У Кадырова нет и не было никогда своего кармана. Все то, что сегодня есть у Кадырова, это российские деньги, выделяемые Россией, и которые он ворует и присваивает себе. Поэтому Кадыров ничего не сделал. Кадыров лишь наместник кремлевский, не более того. Он такой менеджер, который занимается управлением на этой территории, а делает все Кремль. Кадыров часто комментирует физиологические особенности людей. Это так принято в чеченском обществе или это чисто Кадыровский фетиш? Слушай, с Кадырова мы сами в шоке, чеченское общество в шоке от этого человека, от всего, что он творит, от его этих сюсюканей, обнимашек со своей женой на аудиторию, в ругательстве, матом публично, об оскорблении матерей чеченских женщин. Вот это все, что он творит, мы сами от этого в шоке. Нет, наше общество, конечно, никогда такие вещи не практиковало. Из-за практикования таких вещей у нас очень жестко наказывали. Это серьезно пресекалось. Просто сейчас этим занимается человек, наделенный кремлевской властью, и его наказать за это никто не может. Поэтому мы просто смотрим и худеем с этого. Мы больше ничего пока не можем, к сожалению. Нет, имейте в виду, это совсем не чеченские обычаи, и это не входит в наши традиции, и для нас это дикая вещь. Субтитры создавал DimaTorzok